Тестируем его на вкус. Нам нужен трос твой. Смотрите тачку Гика, вторая серия. Мы начинаем! Всем привет! Добро пожаловать на канал Recover. Это вторая серия тачки Гика. Вчера в 10 часов вечера мы приехали проверить, что там с гольфом, потому что дня 4 он простоял, в принципе, незаведенный, его никто не трогал. Хотели его завести, проверить, получится ли у нас сегодня отсняться, доехать в сервис, немножко покататься. Он перестал заводиться. То ли потому, что не работает генератор, то ли потому, что сел аккумулятор, то ли или по этой, или по той причине вместе. А мы позвонили нашим друзьям, они приехали и любезно одолжили нам аккумулятор. Мы его поставили, все было хорошо, завели машину и поехали отвезти нашего оператора домой. По пути проводка и электрика, в принципе, начала себя вести очень странно. Фары начали мерцать. В итоге мы решили остановиться, просто ее заглушить и завести заново. И тут она уже больше, в принципе, не завелась. Поэтому мы ждем Олега, ждем Олега с тросом и будем отгонять ее в сервис, смотреть, что вообще происходит, во сколько нам, в принципе, это встанет. К нам едет Олег. Мне кажется, что мы приехали с этим тросом. Третий раз оторвался тросом. Да ты лошара. Никогда не покупайте трос за 250 рублей. Да, Олег, давай будем тебя ждать тогда. Хорошо, давай. Нам нужен трос твой. Сейчас мы могли заметить, что мы привезли машину в сервис днем. Следующий кадр будет ночью. А все потому, что в перерыве мы, по сути, потеряли 100 тысяч рублей. У нашего видеографа навернулась камера, и следующие 5 часов мы ее судорожно искали. Но у нас все вышло. Поехали. Тормози. Тормози. Так, у нас сейчас есть несколько основных проблем. Главная проблема в том, что он не заводится. По ощущениям, как будто севший аккумулятор. Не знаю. Хотя сегодня он завелся. То есть, он ночь постоял, я утром приехал, прыг, и он реально с полточка. Ну, я предлагаю для того, чтобы проести дня. Люфт есть. Пыльники нужны все. Люфт в гранате тоже жесткий, смотри. Так, а что мы, кстати, имеем под днищу? Давай посмотрим. Не все так печально. Металл живой. Все, да. Да и здесь не все так плачевно. Ну, по-моему. Даже не протыкает. Даже железо. Саленблоки надорваны. Думаю, менять их сразу комплектом. Запах в салоне, я подозреваю, у нас вот из-за этой штики сифонии. Сечет вот в этом месте. Сечет сами каменвала сзади. Тормозные диски по износу. Топ. Колода где-то половина. Половина. Нам закинули мемчик с академиком, где был я и человек-паук, и академик, и человек-паук. Я считаю, что тренд нужно продолжать, поэтому мы берем масло и тестируем его на вкус. Ну, кстати, не так плохо. Хотя паленым отдает. Реально паленым. Газпром не берите. Газпром не очень. Олег, надо заливать что-то подороже. Ну, можем шелл залить. Блин, тякция. Заливаем шелл. Блин, тякция. Блин, тякция. Заливаем шелл. Смотрите, у нас вот задняя, я смотрю, часть гнила очень сильно. Вот здесь вот люфт в ступичных подшипниках есть. Люфт с левой и правой одинаковые. Когда-нибудь оно поедет, но это будет все скоро. Это уже совсем другая история. Опускай. Стартуем. Нет, зачем ты тормозишь? Да ну не так держу. О, подруга. Миссия выполнена, она завелась. Огонь. Спасибо огромное сервисному центру Ольта, который, по сути, принял нас и бесплатно провел нам диагностику. Помог нам разобраться в том, что это действительно был генератор. И, собственно, сделать всю-всю дефектовку. По сути, единственное, что мы можем сделать, это оставить ссылочки в описании. Поэтому переходите, знакомьтесь с автотик-центром Ольта. Это очень крутые ребята. Переходите. И самое главное, спасибо вам за вашу поддержку в предыдущем ролике. Нам нужно еще больше поддержки. Наша цель – получить первую тысячу подписчиков в ближайший месяц. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте комментарии. И показывайте свою активность. Субтитры сделал DimaTorzok